Всем привет, друзья мои! С вами ваш Мангуст и это новая серия по фарминг симулятор 19. Мы продолжаем развивать нашу фермочку на карте Село Молоково и сегодня, друзья, у нас будет очень много работы. Сегодня созрело наше поле, посажено еще на первой серии, садили мы там пшеницу, ребята, и вот все, пшеница взошла, ее нужно убирать. Сегодня мы с вами займемся уборочкой, будем убирать пшеницу на вот этом замечательном комбайне. Но это, ребята, будет не главное. Еще нам нужно будет сегодня, ну давайте я уже сяду в комбайн и буду рассказывать по мере поступления. Вот, потому что информации много, рассказывать сегодня, ребята, нужно будет много. Вот, что мы сегодня будем делать, ребята? Сегодня мы будем как? Убирать пшеницу сейчас. Скорее всего, я найму для этого наймета, потому что нам нужно будет с вами еще съездить в магазин. Так как это наше поле и после уборки будет оставаться солома, которую мы сможем использовать. Как мы ее будем использовать? Естественно, мы ее, ребятки, оставим, может быть, какую-то часть. Но посмотрим, сколько будет. Вот, или продадим. С одной стороны, оставлять ее тоже смысла нет, так как у нас сейчас некуда ее одевать, нет у нас животных, да, Поэтому можно пока ее продать и заработать на этом денег, потому что денег реально сейчас немного. Вот, 151 тысяча. Это с учетом того, что мне пришлось очень много потрачить, работать на других фермерах, зарабатывать деньги. Вот, и это на самом деле очень сложно. Сложно развиваться, поэтому нужно сейчас покупать, наверное, новый участок. Не знаю, скорее всего займемся, может быть, лесом. Не знаю, что прибыльно. Ребят, если вы в курсе, обязательно пишите в комментариях. Вот, ну и, конечно, не забывайте поддерживать лайком. Это очень важно. Вам на самом деле это прям дико несложно. Просто спустись пониже видео, поставь лайк и оставь свой самый топовый комментарий и интересный. Ведь самые интересные, самые добрые, позитивные комментарии попадают в следующий ролик. Ну а сегодня попали вот эти вот ребята. Так, ну что, ребят, мы приехали на поле. Давайте опускаем нашу жаточку, включаем мотовило. И мы готовы для уборочки. Вот, но, скорее всего, ребятки, я здесь найму наймета, потому что... Ай, дел, как я уже сказал, очень много. Сейчас немножко поубирается он. Так, с чего по бункеру? Ладно, пока бункер заполняется, ребята, мы с вами поедем на вот этом замечательном тракторе. На вот этом МТЗ. Видите, у него есть впереди возможность прицепить фронтальный погрузчик, да, ПКУ. Вот, и именно этим мы сейчас с вами и займемся. Мы поедем в магазин, купим фронтальный погрузчик для того, чтобы тюки, которые получатся после тюкования... Вот, что, кстати, нам нужно еще, ребята, с вами сделать. В магазин-то мы не просто так едем, да. Мы купим с вами фронтальный погрузчик, мы купим с вами пресс-подборщик, ну, тюковщик, да, так называемый. Вот, поэтому дел и покупок сегодня реально очень много. Плюс, скорее всего, пока я буду ехать, бункер у нашего Наймита, который работает на комбайне, Нива, скорее всего, заполнится. Поэтому нужно будет, так, мне здесь нужно направо, скорее всего, нам нужно будет его разгружать. Поэтому, реально, дел просто сегодня неописуемо много. Вот мы и приехали в магазинчик. Так, сельхоз техники. Пойдемте, ребята, покупать наш тюковщик и наш фронтальный погрузчик. Так, начнем сначала, скорее всего, с тюковщика. Так, что у нас тут предлагают? Покупать зарубежные, конечно, смысла сейчас нет. Потому что стоят они очень больших денег. Это, получается, мы сейчас отдадим, грубо говоря, половину нашего банка сейчас. Поэтому смысла нет. И покупаем, ребята, вот такой вот замечательный, советский, видите, знак качества СССР, все дела. Вот такой вот пресс-подборщик релонный ПРП 1.6. Выглядит он, в принципе, очень-очень достойно. Даже вот новые ремни. Мне кажется, что это такая реставрированная техника. Вот, они вообще молодцы. Так, покупаем, естественно, защиту, чтобы сюда руками никто не попал. Так, как видите, здесь вращающиеся механизмы. Это очень опасно, поэтому их нужно прикрыть. Вот, все, мы его покупаем. Первая покупочка у нас есть. Переходим к фронтальным погрузчикам. Так, и покупаем для нашего трактора вот такой вот ПКУ Барнаул. Удлинитель стрыны нам, в принципе, нафиг не нужен. Вот, выбираем цвет под... Вот, как раз красный. Ну, под трактор там у нас уже основа красная. Поэтому покупаем ПКУ красного цвета. Так, дизайн на цвет нам, в принципе, не нужен. И крепление стандартное. Так, есть. Прикупили. Теперь нам нужны виллы. Нам нужны виллы для палет. Ну, в принципе, почему виллы для палет нам могут и подойти, да? Почему нет? Что, нельзя ими хватать, что ли? Скорее всего, можно. Поэтому давайте прикупим их. Так, все, есть. Пойдемте смотреть наши обновочки. И, кстати, тем временем, пока мы с вами покупали технику, как я уже сказал, у нашего Наймита заполнился бункер в комбайне. Поэтому сейчас, ребята, нужно по-быстрому его разгрузить, чтобы не терять время. Блин, как же долго заводится наш старенький МТЗ. Это просто вообще дичь. Не знаю, вот это, да, вот это дела. Ну, на самом деле, это старая техника. Тем более, ребята, вся вот эта техника, которая у нас сейчас есть, в основном, она нам досталась от бывших хозяев. Так, ну что, поехали. Кстати, походу, я кое-что забыл сделать. Вот смотрите, ребята, вот стандартная ошибка, если вы играете с ручным модом сетки. Вот какие, смотрите. Смотрите, видите, мы едем и максимум 15 км в час. Ну, 16. Хотя можно больше. Что я не сделал? Вот для многих это подсказочка будет. Вот смотрите, я не присоединил гидравлические шланги. То есть тормоза у нас сейчас получаются заблокированные. Поэтому мы не едем быстрее. Вот видите, сразу, оп, пошел разгончик. Поэтому будьте внимательны. Так, едем смотреть, что там у нашего работничка. Вот мы и на поле, друзья мои. Комбайнер нас уже ждет. Шнек выставил. Давайте высыпаем все это дело в прицеп. И знаете что? Пока, в принципе, там мы все закупили. Тюковщик, да, этот, ПКУ. Давайте немножко поработаем на комбайне. Я думаю, вы тоже этого хотите. Потому что езда есть ездой. Так, туда съездил, сюда съездил. Но охота, конечно, и поработать. Все-таки это ферма. И, как мне кажется, уборка урожая. Это одно из главных вообще составляющих нашей игры. Ну что, давайте, ребята, начнем. Так. Тут надо немножко сейчас выровнять все это дело. Так, опускаем жаточку. Включаем мотовило. И поехали, поехали. С орехами. Так, в принципе, уборочка такая уже бодренькая. Мне, кстати, вот эта часть очень нравится. Когда заполняется бункер. И вот, посмотрите, вот сюда, здесь, на Ниве. На самом деле, Нива очень такой... Ух ты, что-то немножко подгрузилось. Тут, 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 так, давай, давай, полегче тут. Ничего себе. Такой комп не может не вытягивать ферму. Что-то, какие-то дела, наверное. Ошибочка какая-то в модах, может быть. Вот, смотрите. На самом деле, комбайн Нива, такой вот комбайн, очень сложный. Там даже, вроде как, есть поговорка такая у комбайнеров. Если ты работал на Ниве, да, то черти в аду тебе не страшны. Что-то такое. Но, на самом деле, это выражение, скорее всего, идет из-за того, что на Ниве очень жарко. На ней нет кондиционера, как сейчас, да, сейчас же комбайны крутые, есть кондиционер. И вот, мне кажется, что на Ниве не хватает, вот, конечно, очень сильной кондиционера, потому что уборочные работы идут в основном в жаркие такие времена, ну, в лето, да, жаркие дни обычно, вот. Вот, и горят часто комбайны, вспыхивают, блин, старые. Сейчас по новей-то, наверное, не так часто, но вот раньше, скорее всего, было очень часто. И вот, я говорю, вот, мне на Ниве очень нравится заполнение бункера. То есть, сейчас, скорее всего, это все заменяет у нас электроника, то есть, показывает, насколько там у тебя бункер заполнен, да, на табло. Но вот, комбайнеры в советские времена, вот, наверняка смотрели вот это вот окошечко, да, так, опускаем жадочку. Чуть-чуть жадку не забыл опустить. Смотрели наверняка вот в это окошечко и знали, насколько у него заполнен бункер. Вот там вот какие-то таблички такие интересные, блин, сколько что-то рычажков всяких, все это нужно знать, на всем работать. Так, ну что, мы уже на 45% заполнили наш комбайн. Сейчас, скорее всего, доделаю вот эту проходочку, крайнюю, и поставлю уже опять нашего комбайнера. Так, аккуратненько. Единственное, что главное, не разворачиваться после того, как мы прошли, потому что нам же еще нужно будет собирать солому. Интересно, сколько здесь солома будет стоить и куда она вообще вот будет продаваться, надо будет посмотреть. Вот, надеюсь, что удачно я купил пресс-подборщик. Ну, если что, ладно, если что, мы его продадим, если он будет не очень хорошим, мы купим ПРФ-ку, вот эту стандартную. Ну, как стандартную, но которую я еще в фарминг-симулятор 17 играл, красавица, моя Нива, блин. Вот, на самом деле, СК-5 Нива вообще такая вот легенда. Я еще помню, вот у меня учебник был русского языка, и вот как раз там на картинке вот такая Нива была изображена. Вот, еще мне нравится очень Енисей 1200, ну, потому что это красноярская техника, да, там она собиралась в Красноярске, делалась. Вот, поэтому мне она как-то так тоже в душу легла. Так, ну что, давайте, ребята, теперь оставим, значит, нашего работничка, пусть он продолжает тут работать. А мы с вами, так, сейчас аккуратненько вот тут поставим, чтобы он ничего не косичнул. Это на самом деле, а мы с вами, знаешь что, прыгнем сейчас в трактор и поедем за ним, потому что нужно разгрузиться. И еще как раз вернемся в магазин техники и приедем сюда уже тюковать нашу солому. Давай, 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 МТЗ-шка. Подгребай. Надеюсь, успеем его тут высыпать. Хотя бы сколько-то тон, а то он сейчас начнет разворачиваться и потом его хрен поймаешь, как говорится. Так, стой. Так, полный прицеп будет, интересно. А, он ждет, смотрите-ка. Не ожидал. Все, сто процентов. Сто процентов у нас прицепчик. Сейчас съездим на элеватор, но, скорее всего, чуть-чуть попозже. Сейчас я здесь трактор оставлю. Давайте, ребят, переключимся на МТЗМ, который у нас ждет. И вы ждете посмотреть, что же мы такое прикупили сегодня. Потому что я сам хочу посмотреть. Так, ну что мы, ПКУ. Давайте цеплять. И я сразу обращу внимание вот на этот тюковщик. Слушайте, ребят, какой-то он очень большой, вам не кажется? Нет, я в жизни на самом деле его не видел. Может быть, он такой и должен быть. Но вот, посмотрите, даже на уровень МТЗ. Какой-то он слишком высокий. Ну, хотя на самом деле тюк, ему нужно спрессовать тюк. Может быть, и нормально. Может быть, и нормально. Напишите обязательно в комментариях. Я знаю, что меня смотрят люди, которые понимают в технике. Пусть они не такие, конечно, активные в комментариях. Но, ребята, обязательно напишите мне. Интересно знать. Давайте его зацепим. Так, взял вилы для палетов, потому что именно для этого трактора не было почему-то... Ну, для этого фронтального погрузчика почему-то не было вил для тюков. Не знаю почему, очень странно. Так, подъезжаем. Опускаем. Так, цепляем. Париводной вал и гидравлический... Ну, электрика, наверное, не гидравлика. Да, тут не гидравлики нет. Сказать, всё на поворотнике идёт. Хотя нет. Ну, уже на что-то идёт. Хотя, в принципе, на что здесь может идти? Ну, какая-то электроника всё-таки есть. А может быть, как раз... А, нет-нет-нет-нет-нет. Конечно же, гидравлика. Хотел сказать, электроника. Конечно же, гидравлика. Господи, вот они, гидравлические у нас цилиндры. Конечно же, конечно же, какая электрика. Так, всё, едем, ребята, на поле. Блин, ну здорово их хреновина, конечно. Так, приехал я на поле, комбайнер продолжает работу. Ну что, давайте сделаем первый наш, так сказать, тюк. Сейчас посмотрим, как всё это дело работает. Так, опускаем подборщик. Разворачиваем его. Опа, вот как раз гидравлические цилиндры сработали. Включаем. И я вот хочу обратить внимание, вы посмотрите, немножко такое у нас смещение получается подборщика. То есть на тракторе нужно ехать не совсем по кучке. По вот этой, да? По кучке соломы. А нужно ехать немножко правее от неё. И у нас всё получается. Так. Солома наполняется в бункер. После того, как соломы станет 100%, у нас получится тюк. Так. С одной 57 минут получается так. Так, 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 так. Тут у нас деревце стоит. Я немножко его не заметил. Надо аккуратно. Смещение есть у этого подборщика. Поэтому нужно всегда быть внимательным, зная, что у тебя справа ещё целая хреновина. Так. Опускаем подборщик. Ну что, поехали. Сейчас у нас получится тюк. Интересно, выгрузится ли он автоматически? Или мне нужно будет что-то нажимать? 82 уже процента. Быстро наполняется. Комбайн, я так понял, полный, да? Или он сдаёт назад? А, у помощника Джей заполнен зерновой бункер. С какого хрена он тогда едет? А, скорее всего, что так. Всё, всё, всё. Стоп, стоп, стоп. У нас тоже заполнился бункер. Сам тюк не выгрузился. Скорее всего, нужно что-то будет нажать. Ага, выгрузить тюк. И вот так всё это дело выглядит. Слушайте, ну замечательно. Мне понравилось. Так, нами-то нам сюда нанять не получится. Так, глушим двигатель, потому что, скорее всего, нам нужно будет с вами уже ехать на этом тракторе. Так. Поехали на элеватор. Покажу, где у нас находится элеватор. Элеватора у нас, как таковой, своего пока нет. А этот элеватор нам предоставляет, ну просто как деревня, знаете, деревенский. Деревенский такой элеватор. И у каждого записано, сколько у него тонн, сколько тонн пшеницы он привёз и сколько, ну, тонн он может пользоваться. Я так понял, что, смотрите, у нас уже 5200 тысяч литров, да? Ну, грубо говоря, там 5,5,5,5,5 тонны получается. Вот, я так предполагаю, что с поля у нас, наверное, выйдет, ребята, где-то 9 тонн пшеницы. Плюс 2 тонны у меня есть в загашниках, тоже в элеваторе. И так вот, 11 тонн пшеницы у нас есть. Что из пшеницы мы с вами сможем сделать? На самом деле, на карте очень много производств. Карта, на самом деле, очень интересная. Вот, будем на ней играть. Я немножко не могу, на самом деле, ещё найти, как таковой, свой стиль. Знаете, вот как вот у меня... Ох ты, какой классный состав едет. Прям вообще суперский. Свой стиль, вот как по семнашке я снимаю. У меня там, согласитесь, есть свой стиль. Вот здесь пока не могу найти. Поэтому, ребята, пробую по-разному. С музычкой, без музычки. Как вот получится. Не знаю, как всё-таки лучше будет. Опять же, буду смотреть по вашей реакции, по вашим комментариям, по вашим лайкам. Так, ну что, давай разгружайся. Сторона разгрузки. Давайте сделаем назад. И выгружаем. Вот так вот, ПТС у нас поднимается. Всё, бункер наполняется. Всё, разгрузились, ребята. Вот такой элеватор. Находится он, кстати, рядом с нашей базой. И это, на самом деле, очень удобно. Возвращаемся на поле. Наш комбайнер нас уже ждёт. И осталось у него, получается, сейчас 3 тонны в бункере. Нет, 9 тонн не будет. Где-то 8, 8 с чем-то тонн получается. Ну да, 8, 8, там, с половиной тонн. Потому что вот он сейчас соберёт 3 тонны в меня. Вот, и всё. Можно уже сейчас собирать, полностью делать солому. Такие замечательные ровные полосы у нас получились. Это будет очень-очень-очень удобно. Вот так, давай, выгружайся. В принципе, я, знаете, что сейчас сделаю даже. Вот, и поставлю вот сюда. Вот, получается, он доедет. Где-то здесь у него будет шнек. И сейчас мы как раз его и выгрузим полностью. Всё. Всё, все закончили работу. Но сегодня здесь теперь остаётся моя работа. Нужно это поле протюковать. Так, глушим здесь двигатель. Хотя нет, 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 нет. Надо технику отогнать немножко подальше. Потому что она мне будет здесь мешать разворачиваться. Ребят, я попрошу вас в комментариях. Вот, смотрите, у нас сегодня три техники работало. Получается комбайн. СК-5 Нива. МТЗ-80 с ПТС. И МТЗ-82 с тюковщиком. Обязательно, ребята, напишите в комментариях, какая из трёх вот этих представленных сегодня в серии техник вам больше всего понравилась. Мне будет интересно узнать, какая техника вам понравилась. Обязательно напишите. Ну и, конечно же, не забывайте про лайкосик. Ну что, давайте садимся теперь в МТЗ-шку и продолжаем делать трёхки. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Начал ходить в библиотеки, осилил интернет, но всё равно тоска. В посёлке просто осень, ну а за ней зима. Завожу опять железного друга, вдруг сегодня найдём. Мы с тобой, подругу, трек про комбайнёров. Ставлю в магнитолу, мысли грустные куда-то сами уходят. Врубаю вновь свою шарманку, кручу-кручу баранку и обгоняю всех коллег. Да, мы трактористы, простые трактористы. Врубаю вновь свою шарманку, кручу-кручу баранку и полетели на шапашку. И пусть мы трактористы, простые трактористы. Ни одной девчонки вечером не вижу, кто придумал город. Я его ненавижу, лишь пацаны одни с колоннами пива. Но девчонок нет, даже некрасиво. Вдруг увидел, как идёт девушка одна. Надо подвалить и купить пивка. Вдруг на лансере Серёга подлетает и её куда-то забирает. Ребята, ну что, получилось сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь тюков у нас получилось. В принципе, в принципе, достойно. Вот так вот, если бы у нас были сейчас коровки, можно было бы это всё отправить... Так, отключаем, значит, наш подборщик. Закрываем его. Можно было бы это, конечно, отправить на подстилочку там для коров или, ну, куда-нибудь такое дело. Так, у меня тут свет включил, чтобы было ярче. Вот, ребятки, ну что, наша сегодняшняя работа закончена. Вот, на следующей серии, скорее всего, мы приобретём какое-нибудь новое поле и займёмся какими-то новыми культурами. Засадим, может быть, и это поле. Посмотрим, ребята. Вот, пишите, что вы хотите увидеть, в каком формате. Может быть, кто что предложит такое интересненькое. Вот, пока вот формат вот такого плана для ФС-19. Может быть, скоро начнём. Ну, когда... Я так думаю, что РП-шки начнутся на 19-шке, когда мы разовьём деревню. Когда она уже будет такая вот более-менее прибыльная. Когда будет много денег, когда будут уже РП-шки. Пока, надеюсь, на вашу поддержку в виде лайкосиков. Обязательно, ребят, пишите комментарии, потому что все комментарии я читаю, которые требуют ответа. Я стараюсь отвечать. Вот, всем спасибо за просмотр, ребята. С вами был ваш Мангуст. Всем пока-пока. До скорых встреч.